Книга «Открытым оком», том 20. Вопрос 3374. Тема «Деньги». Почему у одного человека есть страсть к наживе, а другой живет довольствием с необходимым? Есть ли какие-то молитвы для избавления от жадности? Почему ими евреи не пользуются? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На все случаи есть молитвы, прекрасно соответствующие определенной нужде. У одного Ефрема Сирина их сотни. В книге «Помощник и покровитель» у отца Григория Дьяченко есть как раз такая. Не знаю, подойдет ли эта молитва евреям. Они не признают Христа за Бога истинного, потому им христианские молитвы не нужны. Быть может, они молятся «Золотому тельцу», как в пустыне при Моисее. «Помощник и покровитель». Страница 750. Молитва об избавлении от страсти «Среброливия». Благой, щедрый, милостивый, возлюбленный Отче, я исповедую и оплакиваю пред Тобой, что злой сатана отравил сердце мое вредоносным любостяжанием и через неверие насадил во мне этот корень всякого зла, из которого часто в сердце моем произрастают злые плоды, как то немилосердие к ближнему, упование на временную, желание непостоянного богатства, многоразличные искушения и сети сатаны, многие безумные, вредные похоти, и окружающие сердце человека в пагубу и осуждение, причиняющие ему много скорбей. Божий Отче мой, прости мне этот великий грех, потому что я через то откратился от Тебя, возлюбленного Отца и Создателя моего. Жалким тварям и отступил сердцем моим от Тебя, оставил Тебя живой источник и обратился к смертоносному, смрадному стоку нечистот, отврати от меня тяжкое наказание, потому что сребролюбие есть идолослужение и прокляты те, которые сердцем своим отступают от Тебя, прилепляются к ничтожному, оставляют милость Твою. Очисти, Боже, сердце мое от этого идолослужения, от этого проклятия, от любви к миру и по всему временному, и даруй мне благодать, чтобы я бессмертной души моей не осквернил и не отягощал смертными приходящими вещами, как нечистотою, тогда как ей надлежало бы в Тебе едином полагать веселье, свое, любовь свою и покой свой. Боже, научи меня помышлять, что благочестие и довольство – суть великое приобретение, так как мы ничего не принесли с собой в мир, и потому явно, что ничего и не вынесем из него. Соделай же, чтобы я довольствовался тем, когда имею пищу и одежду, чтобы я не уклонился от веры и не поразил самого себя многими скорбями, соделай, чтобы я, как чадо Божие, вновь рожденное для всего небесного, убегал таковым земных похотей, а старался успевать в правде, вере, любви. Терпенье к ротости подвязался добрым подвигам веры и достигал вечной жизни, которую я призван. Но что Ты даровал мне через благословение Твое? Соделай, чтобы довольствоваться тем и даруй, чтобы я не прилагал к тому сердце моего и не гордился, не уповал на богатство ненадежно, но на Тебя, Бога Живого, подающего нам все обильно для наслаждения, чтобы я научился творить добро, обогащаться добрыми делами, охотно давать и оказывать помощь, чтобы я не сел скупо и потому не пожинал скудно. Господи, научи мне помышлять, что некогда наступит конец мой, что жизнь моя имеет предел, что я должен отойти от сели. Ведь суета всякий человек живущий, человек ходит подобно призраку, тщетно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Соделай, чтобы я полагал спокойствие сердца моего, единственное в Тебе, в котором едином обретается истинный покой души, так как во временном все одно беспокойство, богатство, любовь к богатству и к тварям суть весьма вредоносная, колючая терна, уязвляющее сердце, приводящее в тревогу и подавляющее семя божественного слова. Сделай, чтобы собрал я в сосуд сердца моего истинный хлеб небесный и сохранял его, и не наполнял этого сосуда землей и грязью. Соделай, чтобы сокровище мое было на небесе, а не на земле. Соделай, чтобы не воры не могли его у меня похитить, не ржавчиной сочить. Соделай, чтобы я не отягощал и не наполнял бессмертной души моей смертным и приходящим богатством, но питал ее божественную, небесную, вечную пищу, чтобы она не умерла от земных вещей, как от вредоносного яда, так как нужна ей пища вечная. Соделай, чтобы питалась душа моя вечная, небесным благом, чтобы была и пребывала соединена с Тобою единым, Боже. Не попусти ей быть соединенной с временным, чтобы она по отшествии Твоем не осталась в соединении с сатаной. Богом мира сего, Господи, Боже мой, соделай, чтобы уповал я на всемогущество Твое, что Ты един помочь можешь, соделай, чтобы помышлял о премудрости Твоей, что Ты ведаешь средства и пути, как помочь, соделай, чтобы познал Твое отеческое сердце, что Ты ведаешь, что мы, чадо Твое, во всем том имеем нужду, соделай, чтобы помышлял, соделай, чтобы помышлял, что Ты милосердуешь о всех делах Твоих и хранишь людей из код, и что Ты, Бог, всякой плоти живущей, все от Тебя ожидаю, чтобы Ты давал Ему пищу, даешь им приемлю, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Тебе да будет хвала, честь и слава во веки. Аминь. Лука 16, 14. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивым, и они смеялись над ним. Евреям 13, 5. Имейте нрав, не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Ереме опять во всем, как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана, через это они и возвысились, и разбогатели. Откровение 3, 17. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и маг. Что красотой в восторге назовем, за что и щедро заплатить не жалко. День, год уже оправданно на слов, под место заднее тяжелой умешалкой. То наводнение смоет, унесет, морщинистому добавляя складок, землетрясение, теракт, и нет высот, и нет возможности свершающим нам сладить. Все обесценивается и теряет вкус, авторитет вчерашний ускользает. Но по сей день тот не сгорает в куст, он виден, но духовным взглядом. Всех хищников пропишут санитары, и легкомысленно греховное врачуют, отыщем красоту в духовном старом, и даже волки под овечьей шкурой. Красивое мы говорим о поле, о зелени, о спелых колосках, когда с улыбкой встретим хлебом солью, не уставая взглядами ласкать. Нам нравится, нам нравится сверхмирное блаженство, молитвенный настрой на литургии. Красивые пригласительные жесты, жесты честиеговы, хоровые гимны, невидимое, вечное, святое, день ото дня цветет и молодеет, и временем без времени не сводит, из-за безглобия благословенных детям. Не насладиться красотой Иисуса, Его учением, прощением, милосердием, и крест Его стал величайшим плюсом, он несравним. Ни в чем не станет средним учеником Христовым славно быть, Святого Духа дал Отец залогом, и только бы в горень, о, только бы в горень и не остыть, хвалиться Богом. Вся красота у Бога. 1 декабря 2006 года Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин